Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Левитт, 8 глава, перевод российского библейского общества, читаю его для библейского портала экзегет. Первые семь глав посвящены жертвоприношениям, подробное описание, как должны приноситься жертвы. И мы постоянно видели священников в этих описаниях, у них особая роль, у них определенная функция, задача, им отдается определенная часть этих самых жертвоприношений. Откуда они взялись, кто они такие? Как-то получилось, что есть священники. Вот 8 глава нам об этом расскажет. Господь сказал Моисею, приведи Арон и его сыновей. Я напомню, что Арон это брат Моисея, но у него есть сыновья. То есть, это все передается по наследству дальше. Возьми одеяние, масло для помазания, быка для очистительного жертвоприношения, двух баранов и корзина с пресным хлебом. Собери всю общину у входа в шатер встречи. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Когда община собралась у входа в шатер встречи, Моисей сказал, вот что повелел Господь. Шатер встречи здесь, это, видимо, скиния, которая и служит, собственно, центром богопочитания и всех обрядов. Смотрите, происходит это помазание по выбору Бога, но при всеобщине. Так, чтобы все это знали, все это помнили, и никто потом не сомневался. Он, Моисей, вывел вперед Аарона и его сыновей, омыл их водой, надел на Аарон рубаху, опоясал его поясом, облачил его вризу Эфод, обвязал его узорчатым пояском Эфода. Он надел на Аарона нагрудник, ложил нагрудник у Рима Тумима, на голову Аарону возложил тюрбан. Спереди Моисея прикрепил к тюрбану золотую пластинку, священный венец, как повелел ему Господь. Вот первое, что он делает, он облачает этого самого священника. А Моисей, пророк от Бога, он выше всех. Он вот такой посредник между Богом и его народом, но он посредник харизматический. А Аарон, первосвященник, его сыновья, его преемники в будущем, соответственно, становятся посредниками такими институциональными. То, что будет постоянно. Ну, нельзя же каждый раз Моисея нового призывать. Самозванцы появятся. Вот должна быть институция. Есть харизматика, да, вот есть призыв от Бога, и человек, который исполняет какую-то особую роль в истории, вводит свой народ из Египта. А есть институции. Вот есть священство, которое установлено. Это должно быть перед всеми, это должно быть по понятным правилам. И облачение, мы сейчас его не будем подробно разбирать, это описывалось в книге «Исход», например. Оно здесь полностью упомянуто. Вот то, что делает священник священникам, одежда. Конечно, его делает Господь, а не одежда. Но одежда – видимый знак. Ну, как, допустим, если военнослужащий носит форму со знаками различий, он военнослужащий. Если знаки различия снять, он уже просто так погулять вышел. Да, и не имеет тех правовых статусов, которые имеет военнослужащий, представляющий свою страну. Со священниками тем более. Потом Моисей взял масло для помазания. Помазав скинию, все, что в ней было, осветил ее. Смотрите, скиния и священники освящаются одновременно. Да? Богослужебное место и те, кто совершают богослужения. Фактически, это начало богослужения Ветхозаветного. Семикратно окрапив жертвенник маслом, помазав маслом и всю его утварь, чан для омовения, его подставку, Моисей осветил их. Вослив масло помазания на голову Аарона, Моисей помазал и осветил его. Предметы, помещения и люди освящаются одновременно. То есть, это вот сразу все в комплексе, вводится ритуал. Возлив масло помазания на голову Аарона, Моисей помазал и осветил его. Потом он вывел вперед сыновей Аарона, наделал на них рубахи, опоясывал их поясами и повязал им головные повязки, как повелел ему Господь. Они его помощники, преемники, ну а сейчас будут вместе с ним заниматься тем же самым, но на вторых ролях. Вот все освящено, может начаться собственно богослужение, оно состоит из жертвоприношения. Затем он вывел быка для очистительного жертвоприношения. Казалось бы, он сначала осветил, чего теперь очищать. Но мы понимаем, что человек, и все сделанное руками человека, оно не достойно Бога. Его нужно очистить каким-то особым образом. Вот осветив, он переводит людей, предметы, помещения в статус священных из обыденных. Вот пока они просто строятся или пока они просто живут, то они обычные. А вот здесь они делаются священными. Но богослужение должно начаться с очищения, оно должно начаться с признания того, что мы недостаточно чисты, чтобы приблизиться к Богу и просим его очистить нас. Собственно, это ритуал любой единобожной религии. Арон и его сыновья возложили руки на голову быка, то есть тебя отождествили с ним, сказали, мы, этот бык, вообще-то мы достоины смерти, мы не можем войти в присутствие Бога, но просим его принять жизнь быка вместо нашей. Затем быка зарезали. Моисей обмакнул палец крови и помазал ее роги жертвенника, чтобы очистить жертвенника. Жертвенник же тоже сделан людьми. Остаток крови он вылил к его подножию. В дальнейшем так и будет происходить с кровью жертв. Причем, смотрите, вылил к его подножию не вообще куда попало, а вот кровь отдается Богу, но она выливается, она впитывается землей, но не абы где, а вот именно там, где стоит жертвенник. Так он осветил жертвенник, совершив над ним обряд искупления. Весь жир, покрывавший внутренности быка, отросток печени, обе почки и жир, что на них обычный набор того, что сжигается при жертвоприношении, Моисей сжег на жертвеннике остальные части быка, шкуру, мясо и нечистоты, ну, то есть кишки, предал огню вне стана, как повелел ему Господь. То есть, смотрите, жертва очищения предполагает, что ничего не съедается и сжигается только небольшая часть, которая однозначно принадлежит Богу, всегда принадлежит Богу. А остальное, оно как бы несет на себе эту нечистоту. Это, конечно, символика. С нашей точки зрения, непозволительная роскошь. Мясо сжигать вне стана, ну, ладно, на жертвеннике еще это Богу, а вне стана на помойке сжигать. Зачем? А вот, видимо, для того, чтобы показать, вот то, что не дает человеку приблизиться к Богу, оно и в человеческом стане, вот в обществе людей неприемлемо. Это символический жест. Понятно, что само по себе мясо быка, оно не обладает никакими такими свойствами. Но этим действием Моисей показывает, да, вот есть что-то такое, что надо выбросить из жизни, надо удалить от Бога, надо из своего дома вынести куда-то за пределы и там уничтожить. Затем вывели барана для всесожжения, то есть очищение состоялось и уже, соответственно, можно приносить жертву Богу, полную, самую большую жертву. Арон и его сыновья возложили руки на голову барана и барана зарезали. Опять, да? Моисей со всех сторон окропил жертвенник кровью. Тушу барана разрубили на части, и Моисей сжег голову, части туши и жир. Внутренности и ноги барана промыли в воде, и Моисей сжег барана на жертвенники без остатка. Вот здесь уже, как и положено при жертвовании всесожжения, очищается то, что сжигается, и сжигается целиком. Это была жертва всесожжения, благоуханный дым, приятный Господу, про сожженного вне ста, на этого не сказано. Дар ему, как и повелел Господь Моисей. Вот отделили, сожгли, уничтожили вне нашего дома, теперь можем приносить Богу то, что осталось. Затем вывели второго барана, посвятительную жертву, то есть жертву, которая делает Аарона и его сыновья священниками. Они уже готовы, они уже облачены, они уже получили это назначение, но они еще не состоялись, как священники. Аарона и его сыновья возложили руки на голову барана, вновь себя с ним отождествили уже третий раз, и барана зарезали. Моисей взял его кровь и помазал Аарону мочку правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги. Ну то есть слух, действие и передвижение, органы чувств, действие и куда человек двигается. Вот это все посвящается Богу. Потом вывели вперед сыновей Аароны, и каждому из них Моисей помазал кровью мочку правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги. И со всех сторон окропил жертвенник кровью. Эта кровь объединяет жертвенника и этих людей. Они отныне при жертвеннике. Потому что и они, что бы они ни чувствовали, что бы они ни делали, куда бы они ни шли, и жертвенник теперь помазанный этой кровью. Потом он взял жир, курдюк барана, весь жир, что покрывает внутренность, отросток, печень, обе почки и тот жир, что на них, обычный набор. А также правое бедро барана. Правое бедро – это то, что становится долей священников. Из корзины с пресным хлебом, что стояло пред Господом, Моисей взял пресную лепешку. Лепешку, смоченную оливковым маслом, и корж, и положил их на жир и правое бедро барана. Все это, положенное на руки Аарона и его сыновей, вот они уже начинают действовать как священники, Моисей вознес пред Господом. Затем Моисей взял все, что лежало на руках у Аарона и его сыновей, и сжег на жертвеннике вместе со всесожжением. Это была посвятительная жертва, благоуханный дым, приятный Господу, дар ему. Взяв грудь барана, Моисей вознес ее пред Господом. Это была доля Моисея от посвятительной жертвы, как поиграл ему Господь. Вот он берет то, что в дальнейшем будут брать священники. Но здесь он действует как священник для помазания священников. То есть священство, оно установлено свыше, и оно не самозарождается. То есть в определенный момент тот, кто выше священников, их помазывает. Потом Моисей взял масло помазания, взял кровь жертвенника, окропил Аарона и его одежды, а также сыновей и их одежды. Так он осветил Аарона и его одежды, а также его сыновей и их одежды. Вот, собственно, и завершение этого обряда. Осталось некоторое количество мяса. Моисей сказал Аарону и его сыновьям, сварите это мясо у входа в шатер встречи и съешьте его там вместе с хлебом, что лежит в корзине для посвятительного жертвоприношения. Так я повелел вам, когда сказал, это должны съесть Аарону и его сыновья. А остатки мяса и хлеба сожгите. То есть, то, что останется, не должно куда-то приноситься вне святилища. Это то, что относится исключительно к обрядам, к священникам, к святилищу. Не отходите от входа в шатер встречи семь дней, пока не завершится ваше посвящение в священники. И за одну неделю жизни они ему жертвуют. Не только материальные объекты, не только жизнь живых существ, но и свое время. Оно должно длиться семь дней. То, что сегодня было сделано, Господь предписал дело для вашего искупления. Семь дней оставайтесь у входа в шатер встречи днем и ночью, исполняя свое служение Господу, и тогда вы не умрете. Насколько все серьезно. Не умрете, имея в виду, не вообще будете жить вечно, конечно, нет, но нарушение этих правил здесь и сейчас будет караться смертью. С Богом вот настолько все серьезно в Ветхом Завете. Так мне было велено. Арон и его сыновья исполнили все, что Господь повелел им через Моисея. Ну, правда, два сына потом нарушат то, что было сказано, но это будет отдельная история, мы о ней еще почитаем. Ну, а пока продолжается история Арона в девятой главе тоже. Субтитры создавал DimaTorzok